Наш город стремительно хорошеет. Местами. Видно, что созданием этих рукотворных оазисов занимаются люди со вкусом и с фантазией. А откуда берутся растения? Порой совершенно нам не знакомые, даже названий которых мы раньше не слышали. География поиска растений очень широка. Проходится ездить по различным странам, изыскивать и у селекционеров, и в питомниках, и искать в природе. Проходится очень много на пузе исползать территорий, для того, чтобы найти какое-нибудь интересное редкое растение. Но пока путь растения пройдет от того места, где мы его нашли, до нашего предприятия, фабрика декоративных растений, этот путь очень долгий и бюрократичный. Необходимо очень много оформления различных бумаг, различные процедуры. И эти процедуры настолько затягиваются, что растение в конечном итоге может и не доехать живым к нам. Я, как, наверное, многие из вас, полагала, что после этого растения сразу высаживают во дворах и на улицах. Но это предположение оказалось далеко от истины. Насколько далеко? Лет на 10-15. Выяснилось, что сначала все привезенные растения проходят своеобразный естественный отбор, так называемое районирование. Они высаживаются на специальную площадку, где около пяти лет наблюдают за их поведением в новых климатических условиях. У нас на климатизации находится более 100 сортов растений. Вот, допустим, кипарисовик из Северной Америки. Некоторые сорта плохо себя чувствуют, а вот этот сорт мы будем размножать и далее. И через 10-15 лет вы сможете их посмотреть на улицах нашего города. Мы привыкли видеть сосну зеленого цвета, а у нас растут и голубые, и золотистые. Этот вид можжевельника родом из Сибири. Посмотрите, какой он нарядный. Он не болеет, это его сортовая особенность. Растительные пришельцы, прошедшие районирование, перемещаются в теплицу. Для размножения растений требуются определенные условия. И мы их создаем искусственно. Растения укореняются во влажной среде, и поэтому в теплице мы используем туманную установку. Есть культуры, для которых требуются более высокие температуры. Мы их выставляем на отдельный пролет, включаем подпочвенный подогрев и застилаем специальной пленкой. В теплице растения проводят около года. И еще хотим обратить ваше внимание на такую деталь. Опавшие листья и сорняки совершенно не обязательно сжечь. Их можно сбрасывать вот в такие огромные кучи, где они, перегнивая, превращаются в полноценное натуральное удобрение. Дальше растения проходят этапы черенкования, высадки в контейнеры, пересадки в открытый грунт. Мы не в состоянии рассказать вам обо всем этом в одном сюжете, поэтому обязательно продолжим тему в следующих программах. Субтитры создавал DimaTorzok